Здравствуйте, уважаемые коллеги! 2018 года 3, 6 и 8 классы перешли на обновленные программы по предмету информатика. В презентации мы рассмотрим особенности обновленных программ на первую четверть. В обновленной учебной программе фокус делается на изучении методов и процессов преобразования информации с помощью компьютеров. Обучение направлено на практическую деятельность, так как навыки эффективного и правильного использования средств информационно-коммуникационных технологий это у нас мобильные телефоны, компьютеры, плееры, цифровые фотоаппараты, видеокамеры и так далее, учебные деятельности и повседневной жизни. Далее прошу ознакомиться с содержанием учебной программы первой четверти. Методика. Эфидистическая беседа. Учитель задает вопросы для активации учащихся. Вы знаете, из каких устройств состоит компьютер? Назовите назначение каждого устройства. Методика. Мысленный эксперимент. Учитель просит представить учащимся, что они стали настолько крошечными, что смогли бы попасть внутрь системного блока. Назвать, что они увидели бы внутри компьютера. Учитель спрашивает учащихся, что они узнают сегодня. Просит учащихся назвать цели урока. Учитель просит записывать в тетрадях тему и цели урока. Объяснять взаимодействие основных устройств компьютера. Задает вопросы, как называются устройства, которые находятся внутри компьютера. Учитель показывает, как выглядит сетевая карта, звуковая карта, процессор, азу, видеокарта и винчестер. Первым показаны сетевые и звуковые карты. Второй рисунок – процессор с кулером для охлаждения. Третье – временная память или оперативно запоминающие устройства. Четвертая – видеокарта. Пятый – жесткий диск или винчестер. Учитель спрашивает у учащихся, что они узнали и увидели, какие устройства есть в компьютере. Затем просматривает видео и нужно узнать название каждого из этих устройств. Чтобы узнать назначение каждого устройства, учащиеся делятся на пары. Берут один рисунок устройства, делятся на пары по рисункам. Каждый ученик находит такое же устройство и тем самым находит пару. Методика – поисковый метод обучения. Парная работа. Смотрит видео и отвечает на вопросы. Ученики получают карточки и внимательно смотрят видео. Демонстрация видео. Назначение возможностей основных устройств компьютера. Просмотр видео. Назначение возможностей основных устройств компьютера. Затем выполняю задание 1. Ответы на вопросы. Какое устройство в компьютере является самым главным? Ответ – процессор. Что такое процессор? Ответ – небольшая электронная схема. Что выполняет процессор? Выполняет все вычисления, обрабатывает информацию. Откуда процессор берет информацию, которую должен обрабатывать? Ответ – оперативная память. Основная плата, на которой установлены микросхемы, разъемы – электронная плата. Самой большой электронной платой является ответ – материнская плата. Где располагаются порты ввода и вывода? Ответ – на задней части компьютера. Зачем необходим винчестер? Ответ – устройство для постоянного хранения информации. В чем хранятся все установленные на компьютер программы? Самооценивание результатов. На интерактивной доске показываются ответы, учащийся осуществляет самопроверку и результаты заполняет в план к ответу. Методика КЛИЛ. Второе задание. Выполните сопоставление термина к правильной группе и найдите его перевод на английском языке. Объясните, какие устройства схожи с человеком. Зрение, слух, рот и глаза. Обсуждение правильного ответа. Взаимооценивание. Пары обмениваются друг с другом выполненными заданиями. Третье задание. Расскажите, как устройство взаимодействует между собой. Методические указания. Самое главное в этом упражнении, чтобы учащиеся увидели, как устройство взаимодействует между собой. Например, для слабых учащихся можно составить опорные фразы. Для ввода информации мы используем устройство. После ввода информации она попадает во временную оперативную память. Из временной памяти информация попадает в процессор. Процессор информации обрабатывается из внутренней памяти. Информация может быть сохранена в долговременную память в Winchester или будет показана на мониторе или введена на печать. Выступление пары. Каждая пара будет рассказывать, как взаимодействуют два устройства между собой. В целом будет составлен общий рассказ по данной схеме. После выступления каждой пары учитель просит дать обратную связь. Далее мы предлагаем индивидуальную работу «Методика использования онлайн-ресурсов». В ресурсе Belimland название «Назначение возможности основных устройств компьютера» нужно выполнить задание. И по нему идет формативное оценивание первого задания. Далее идет третье задание. Выполняем. И затем третье задание для выполнения. Для учащихся, которые справятся с заданием быстрее остальных, упражнение четыре. Наиболее сложный. Нужно выполнить задание в Learning Apps. И в конце предлагается рефлексия. Основные ключевые слова. На уроке я работал. Своей работой на уроке я. За урок я успел. Мое настроение. Домашнее задание мне кажется. Спасибо за внимание.